так запись пошла всем привет сегодня у нас тематика так у нас сегодня 3 октября тематика у нас PPC мы вот здесь с Федором решили запартнерить в плане улучшения наших услуг проверили поработали посмотрели мы больше специализируем на продвижение специализируемся но я уже много раз рассказывал на чем Федор предложил как бы взаимодействие закрыть наши дыры связанность PPC вот и сейчас он расскажет свой опыт как мы планируем работать какие цены чтобы не было там лишних вопросов каких-то там не непоняток так скажем приступай тогда я уже слышно да да отлично супер я просто никого не вижу там плюсики у меня все есть я буду это тебе говорить окей ну что да привет всем значит там я видел в мероприятии какие-то ресурсы что пойдет потому что меня уже знает увиделись где-то да и мы вот с Кенисом решили попробовать ну закрыть такой вопрос как PPC подключить потому что я как бы расскажу тогда себе да у меня получается я на базе не сам продаю где-то ну уже больше года мы продаем с ребятами я себе ну у меня там команда уже все отлаживает процесс и мы как бы хорошо научились купить PPC вот где-то ну я сегодня вот специально почитал мы по PPC именно на Амазоне 40 тысяч долларов за все время уже вложили то есть чистить свои товары вот но у нас в принципе это хорошо получается мы прошли курсы проходили еще давно штатские ну кучу курсов прошли и внедряли уже встаем ну и много всего еще и сами научились как бы пока мы сделали чей в курсах нет вот и ну то есть мы решили предложить такую услугу как брать просто кого-то у кого ну есть вопрос PPC но не хочет сам этим заниматься а отдал бы круто под аутсорс то есть мы решили такое предложить то есть что мы хотим сделать получается мы собираем полностью семантику все то есть анализируем нишу конкурентов все остальное то есть по каким ключам что доставать там смежные ниши и полностью ну с нуля стартуем рекламу там у нас есть своя статегия как это делается там зависимости от ниши вот там ну если ниша перенасыщенная то мы сначала там ждем то есть либо отзывы появятся либо еще что-то это все механика зависимости от ниши ну вы просто грубо говоря нас задает весь этот галагар вот а мы потом там раз в неделю либо два раза в неделю вам даем учетку PPC по изменениям тогда мы ведем табличку с продажами и там пишем сколько на PPC потрачено сколько был продаж и так далее иди отсюда ну естественно мы по пути когда выпрыгивают разные ключи то есть мы добавляем рука и так же ее ведем до кучи он до кучи он до кучи вот то есть грубо говоря мы все делаем мы решили что вот пока месте мы максимум того мы сколько мы сейчас сможем что это в ущерб наше ну тут в любом случае возникнут вопросы да по поводу опыта понятно вопросы по бюджетам по всем вот этим моментам наверное то есть я бы спросил например сколько бюджет на раскачку там на месяц понятно там заплатили определенную сумму денег сколько бюджет надо будет на товар то есть средний там тяжелый товар как по опыту вообще чтобы был такой бюджет бюджет например мы же говорим не только бюджет она реклама она платная правильно то есть человек например даже там тяжелый товар средний товар потому что я знаю многих людей которые например по несколько тысяч долларов просто в унитаз спустили на средних товарах не получили ноля результата то есть я думаю каждый человек бы сказал понятно а как охарактеризовать ваш результат То есть я понимаю, прибыль это понятно, я понимаю, первый месяц на раскрутку это понятно, много всяких моментов. То есть порядок цифр на твое усмотрение, как ты считаешь, то есть средний, легкий товар и тяжелый. То есть какой бюджет надо, чтобы получить какой-то результат? Ну смотрите, я допустим скажу так, мы запустили вот где-то 55 листингов за это все время, это вместе с вариациями. То есть мы настраивали рекламу для 55 разных ниш. Ну грубо говоря, там может где-то ниже 30, если там с вариацией. Средний чек, который мы делали, это 15-25 баксов. Высшая реклама мы не делали. По опыту вам скажу, сколько, ну поначалу первые 5-7 дней мы ставим бюджет на 50 баксов максимум. Собрать всю статистику и все дела. А потом мы уже начинаем это круче. То есть в принципе, ну у нас все рекламные компании, они начинали нам приносить уже деньги где-то после даже 3-4 дня, как они крутились. Вот. В принципе, какой бюджет закладывать на рекламу, мы никогда этого не делаем. Я могу про, ну, все что угодно проанализировать, спрогнозировать, но бюджет на рекламу, это вообще зависит от того. Хорошо, тогда более точно спрошу. Вот успех удачности тогда, то есть как ты это высчитываешь? Потому что в любом случае из 55 запусков, наверное, есть и отрицательный, и положительный опыт. То есть в любом случае. Здесь вот как вот это все происходит. Повтори вопрос, пожалуйста. Из 55 запусков? Из 55 запусков, в любом случае был какой-то процент удачных, неудачных, в какой причине, какая аналитика? А, какие удачные? Ну, допустим, у нас где-то листинг F5, ну, просто Amazon доплатил как вот Solar, Click, Glass и SMS оплачивает. Это были неудачные. Потом, какие еще были? Ну, чтобы сказать, что группа там сумасшедшиной, такого не было. Допустим, максимум, который мы сходили в минус, и то это не по рекламу, это в минус 800. А реклама вся, ну, мы ее так держим на пульсе, что в минусы мы не лезли. Процент какой? Сейчас я тебе скажу. Ну, где-то 15-20% из всех товаров, что мы запускали, как была ситуация. То есть мы их продавали либо в ноль, это уже не от 50 записи, это от всей низу. Либо мы их продавали в небольшой минус, на минус 50, либо 100 баксов. Вот. Поэтому, чтобы сказать, что у меня, грубо, я сливал бюджеты куда-то никуда, у меня такого никогда не было. Вот. Именно по 50. Понятно. Тогда другой вопрос. Были? Вот. Я могу сказать тебе так. Вот. Допустим, конкретно вот по спиннерам. По спиннерам. Мы заходили, когда конференций там вообще вообще не было. Это там 30 страниц конкурентов было. А курсы были космические там. Все, ну, там приносили продажи там. Но когда рынок начал перенасыщаться, тогда мы начали рекламу в минус. Но это все равно поорганчиво. Я вот только так могу погледить к тебе на этот раз. Так, хорошо. Тогда, приходя человек к вам, на что он должен рассчитывать в принципе? Если более... Смотри, смотри. Еще такая штука, что мы же не всех будем брать. Мы сначала возьмем усилие, посмотрим рынок, посмотрим сам кофер. Возможно, просто мы поймем, что там уже так все плохо, что, ну, как бы мы просто не возьмем. На что рассчитывать человек должен? На то, что это как бы инвестиция. Я думаю, в течение первой недели уже работа с нами сам поймет вообще, есть смысл от этого. Сильно нет. Нет. Потому что мы ежедневно даем отчеты, а потом еще в конце недели делаем все. И вместе прям в сознание, в сердце, в суждание. То есть, грубо говоря, гипотетически мы можем, если вот этот проект запустить, действительно глобально, первую неделю просто дать человеку возможность возврата денег именно за наши услуги, то есть если ему что-то не понравилось, правильно? Гипотетически, просто вы должны... Да, недели даже можно и две поставить. Я бы как бы... Ну да, то есть просто мы не занимаемся, то есть у нас нет задачи именно набрать клиентов и там сделать тяп-ляп, а наша задача, чтобы человек именно долгосрок работал именно с нами. Я так понимаю. Да, да, потому что, ну, на самом деле, ну, это такой чек какой-то небольшой, но чтобы там ребятам гадить личную репутацию свою, но это неинтересно. Ну да, я тебе говорю. Это будет не много, но качественно работать. У меня, ну, у нас есть свои товары, мы все продаем, но есть ресурс людей, которые не задействованы, почему бы это не продолжаться? Понятно. Я просто к тому, что вообще понять, человек, например, попробовал, понравилось, не понравилось, и второй момент, что ему ждать? То есть выход на прибыль, выход в ноль, как нам многие говорят, что в принципе MPPC для чего? Первый – это набор статистики, второе – это для того, чтобы поддерживать те ключи, которые в органике висят на самом деле. Ну, то есть много таких вот умных заключений. Я расскажу, есть два варианта вообще PPC как-то, ну, для чего оно вообще. Это либо она работает в ноль, небольшой минус, что вообще тоже классно, перенасыщение от ниши, допустим. Оно тебя тянет по органике по другим ключам. Либо в PPC тебе приносят бабки и продажи. Вот. Возможно, ну, то есть бывают такие ситуации, когда лучше просто уже PPC выключить. Это, допустим, если сезонный товар какой-то, PPC выключаешь, цену делаешь ниже и заработаешь, ну, либо забываешь товар, либо продаешь его вниз. То есть подрезюмировать, чего ожидать может? Либо мы сделаем так, что при ситуации на рынке, которая есть, PPC будет работать, ну, суперкруто, то есть либо там в ноль, либо в минус, но это будет вообще, ну, ту самую низкую грань, при которой PPC вообще может работать. Либо же PPC будет приносить тень. Но это все мы будем обсуждать с самим клиентом, то есть все прозрачно, все будем давать статистику, чтобы человек сам сможет принимать решение, есть ли ему это смысл делать. Да, я тебе нашел товары свои, которые попробуем, потестируем, я от своего имени потом, соответственно, через ту же неделю мы можем с тобой также провести в следующий вторник, вот, и рассказать, какие у нас получились результаты, мне кажется, думаю, тоже нормально будет. Я просто думал там, дать какие, дать что, как. Сейчас вот сидел как раз, думал. Ладно, давайте я думаю теперь по вопросам. У нас Сергея спрашивает два вопроса. У меня 50 долларов к обеду скликивается, цена при цене, за клик полтора бакса. 100 долларов минус, за какой срок, день, неделя, месяц? Что, что, что? Ну вот еще раз, смотри. У меня 50 долларов к обеду скликивается, при цене полтора за клик. Что делает человек? Ну это опять работать надо, мне кажется, тут вот так нельзя сказать. Если ты пропал, я бы, может, и ответил на вопрос. Еще раз, можешь повторить, пожалуйста? Давай, я сейчас видео выключу, может быть, как тут в хэнгауте видео выключить, получше будет. Короче, человек спрашивает. Первое. У меня 50 долларов к обеду скликивается, при цене полтора доллара. И в чем вопрос? Ну вот, что вот, я не знаю, вот человек многоточий поставил. Я тоже считаю, что это не сделает. А, это он просто похватился. Ну, бывает. Ну, понятно, да, скликнулось. Дело же не в том, если... Нет, бывает просто, я знаю, у многих... Если есть вопросы конкретные, то есть, почему кликается, или еще что там. Можешь кинуть мне листинг с хори, я посмотрю, может листинг и рынок посмотрю, тебе подскажу, что у тебя скликается, и продаж нет, или есть продажа. Понятно. Еще вот он спрашивает, 100 долларов минус, за какой срок, знак вопроса, день, знак вопроса, неделя, месяц. Что такое, 100 долларов минус за какой-то? А что, я не знаю, я не могу ответить на вопрос, потому что я не понимаю. Да, я тоже не понимаю. Ладно, не буду тебе такие вопросы, вот Сергей насывает, самое. 50 баксов было, к слову, что они 15-20 баксов в день крутят. Зависит от ниши. Ну, понятно, мы понимаем. Ну, да. А, Роман спрашивает, это аутсорс или методика обучения? Это аутсорс. Нет, это полностью аутсорс, никакого обучения. Методика обучения у людей есть, у нас там известная группа, мои товарищи этой группой занимаются, просто я знаю достаточно большое количество людей, которых не получилось, или у которых нет на это время желания, соответственно, мы и предлагаем такую условию. То есть, обучать, ну, в первую очередь, по крайней мере, я заточен больше на продаже, обучение перевел, по большому счету, в консультации, а какого-то, такого, так скажем, массового, массового у нас нет, и, в принципе, со временем с увеличением оптом, это будет просто более уникальное, более качественное предложение, более дорогие, и все. И у ребят все то же самое. То есть, в принципе, всем, на самом деле, в основном, нужен результат. Просто, чем мы более профессиональны, тем больше мы можем гарантировать, тем больше, соответственно, будет браться плата, и мы данными услугами... Да, это как, я не знаю, это как контекст ведут ребята, просто под ключ. Ну, берут и ведут, но точно так же PPC мы делаем. Такого просто никто не делает, вот мы решили сделать, что будет. Вот пошли нормальные вопросы, Денис спрашивает. Ключ не индексируется, как запустить по нему PPC? Ну, ничего страшного, есть такие ситуации, когда ты не индексируешься, а по рекламе ты показываешься, вот, и все. Ну, это нормально, смотря какая ситуация. Если ты не индексируешься, можешь добавить его виси, куш не индексируешься. Ну, в сайтах в первую очередь. Да. Мы, кстати, я так понимаю, вот это семантический ядрок, по большому счету мы будем работать с лисингом, то есть мы будем переписывать. Чаще всего, вот, кто нормально подходит к любой методике запуска товара, он всегда под себя подгоняет лисинг. То есть всегда. Что мы подгоняем, что ребята с окос к окосу, что здесь мы всегда переделываем лисинг, то есть мы его корректируем. Да, еще очень важен такой момент, что, почему я говорю, что мы будем изучать конкурентов и все остальное, прыгать в нишу, потому что от этого зависит, по каким ключам вообще есть смысл добавлять, и по каким показываться, и по каким повышать ставки, продвигаться и все остальное. Потому что вот у меня, по примеру, если вы посмотрите на товар, вообще на нишу, именно по ключевому запросу, по которому он должен, в принципе, продаваться, то там продаж у конкурентов нет. Там где-то 20-30 конкурентов с точно таким же предложением, с одной на 5-6 долларов дешевле, чем у меня. Мы получились по рекламе, по ключу в общую категорию, и за счет того, что в этом ключе, то есть оно похоже на наш товар, на то, что надо, но вот такого там нет, мы можем продавать, получается, на 10 баксов выше рынка, и продажи там, ну, космические просто у нас, по 68 продаж в день, и все остальное. Вот тут поэтому, ну, обязательно надо подгонять, и обязательно надо изучать нишу саму, смотреть, куда лезть, по каким ключам кто показывается, какие у них преимущества, и все остальное. Мы это все, естественно, будем делать. Понятно. Опыт большой, ребят. Конкуренты не скликали вашу рекламу? Как вы боролите с этим? Выкидываешь эти ключи просто? Мы... Не знаю, у меня такого никогда не было. в то же время, что у меня конкуренты скликивали рекламу. Амазон как-то с этим борется, он ботов блочит. Ну, есть такое, есть такое, иногда бывает, на какой-то ключ залезешь, и прямо у тебя реклама убираешь, это ключ нормально. Но это так... Это то же самое, что... Это то же самое, что есть ниши, где ты туда только залезешь, тебе в день по 10-20 негативных верифай-отзывов накидывают постепенно. Это то же самое. То есть бывает, ну, бывает такая ситуация, бывает такая жесточайшая конкуренция, или просто сидят нехорошие негодяи, которые вот такой у них бизнес. То есть они считают, что, ну, так конкурировать это нормально. То есть это вот из этой же серии... Ну, не знаю. Да. Только сегодня по этому поводу разговаривали, что именно проблема... Человек говорит, я захожу, и меня там... Просто каждый день, то есть верифай-негатив. Звезда, звезда, звезда. И лисинг просто рушится вообще мгновенно. То есть там в течение недели лисинг улетает в никуда. Потому что лисинг индексируется по метрикам, или индекс, помимо этого, по продажам, всему остальному. То есть закрыть вообще не успеваешь. Тем более, получается, ты не верифай... Верифай льешь когда. Тогда, когда у тебя уже... То есть ты заторможно реагируешь на это. И тебе неожиданно как бы они вываливаются. Так, без индексации PPC не работает. Денис сказал. Кто? Нет, неправда. Я могу тебе скрины скинуть, когда по этому... Ну, даже если тебе можешь написать мне в личку, я тебе покажу ситуацию. Мы недавно работали по Японии, по Японии такая же ситуация была. Поэтому тоже есть по США. У нас вот мы... Дели, мы докручивали свои РК. И было такое, что ты можешь просто через Сонар, сейчас они ввели такую штуку, ты можешь взять, засунуть ключи туда и посмотреть, по каким ты индексируешься. И ты можешь... Ну, ты берешь со своей РК с авто или вообще там все в стерму выражаешься, ну, шарашишь туда и посмотришь, что по каким ключам у тебя были продажи, ты по ним не индексируешься. Ну, понятно. В любом случае, здесь уже другие... Сергей он поддерживает, наоборот, считает, что работает. А Сонар в этой части, это бесплатная часть, которая индексацию проверяет? Да-да-да, это недавно у них появилось. Я просто не видел еще. Только ручками не надо это вот это все делать, через осин. Еще, если ты иногда такое бывает, что ты через осин проверяешь, ну, знаете, ты вписываешь в поисковик осин и ключ, ну, то есть тебя там не индексируют, а ты руками по Амазону полазил, а тебя индексируют. Ну, в любом случае... Там разница. Это же Амазон, господи. Да, это Амазон, но в любом случае я вот на данный момент все так же и делаю до сих пор по вот этому осину. Ну, просто, понимаешь, в любом случае должны быть какие-то критерии. Можно облазить просто, но бесконечно. Все равно, то есть, если, например... Ну, а оно же неинтересно, там, ключи, которые находятся там в жопе. Ну, я из-за этого и говорю. То есть, я осином, например, проверяю, до сих пор проверяю все листинги, вот, потому что Сонар вот из-за этого тебя и спросил, что Сонар сейчас появился. Если будет два инструмента, такой и такой, соответственно, будет чем сравнен. Потому что... Ну, Сонар, Сонар круто. Круто работает. Он вообще там нормально все показывает, юзает и... Ну, я сейчас я сам и тогда зайду как раз проверю, чтобы просто время не тратить. Потому что все остальные программы мне не нравятся. Вот ты сейчас говоришь на том, что в Амазон строку мы забиваем и не прорабатывает. Ну, а программа еще кривее работает чаще всего. И за это надо Сонар тоже. Посмотри, просто я его буду, Сонар, использовать, значит, вкупе именно с этим, как его называть, вместе вот с этим осином. И уже, что, не индексируется, буду перепроверять. Так что нереально, нереально каждую страницу у тебя не индексируется и пошел я ему 400 страниц для их стать. Да, но это крыша с ней. Так, дальше. Так, Сергей, я только подключился. Есть тарифная сетка с поддержкой PPC. Я думаю, в конце мы расскажем как раз там 10 раз не повторяться, чтобы, так скажем... По деньгам, да, спрашиваю? Да, ну мы сейчас просто ответим на все вопросы, ответим по деньгам, там пропишем тарифную сетку, чтобы сразу были никаких вопросов не было. То есть, напишем контакты там, как это будет все выглядеть через меня, через тебя, то есть, определимся, да и все. То есть, никаких там особых действий у нас, сложностей никаких нет. Рынок Японии интересен по сравнению с Европой? Что-что? Ну, рынок Японии, насколько с Европой? Ну, я слышал, напугу слабее. Ну, я вам скажу, у меня не такой большой опыт работы с Японией. Ну, спрос здесь есть... Ну, логично, что там спрос меньше в разы. Ну, допустим, могу бы на конкретном сказать. На Японии было там 4 продажи по этому товару, а на США было 20 продаж по этому товару. А цена за клик, затраты и все остальное? Ой, цена за клик там вообще копейки. Там, ну, не копейки, а йены. Я не знаю, как она там называется. Но единственное, что там гемор, то, что там, ну, это через Google Translate переводить. Ну, там японские, ребята, это вот чем гемор. А так реклама, ну, там недорога. Конкуренция там слабая просто. Ну, главное, были бы продажи. Там нет никакого стиля. Были бы продажи. Что? Были бы продажи, потому что в Японии очень много живет людей. Просто Амазон там, видим, не так пока популярен, вот и все. Потому что... Ну, да, ну, но там есть две, ну, с того товара, по-моему, что-то делали. Но это, это не мой товар был, это мы помогали ребятам, крутили там рекламу, настраивали. Это, там что-то 200 баксов что-то было, я не помню. Где-то так. Ну, понятно. Так, еще какие вопросы есть, ребята? Там чек товара был, что-то 10 баксов. Ну, я про Японию тоже самое слышал, что намного слабее даже Европы. Про Америку вообще смысл говорить. Ну, вот, Америка, есть Америка. Да, там плюс, там, по-моему, вообще там, ну, с другой стороны, в Мексике тоже 120 миллионов живет, а в Канаде меньше 30. Так что в Японии там что-то 110, по-моему. Да, они еще, они запустили очень давно еще вроде. Ну, сейчас и в Австралии вроде там запускают, запустили, но пока надо понимать тоже, Амазону рознь, если в Америке там все покупают, я только сегодня с американками разговаривал, которые каждый день покупают что-нибудь на Амазоне, каждый день. И говорят, что вы там покупаете, если там одним бараслом торгуют. Вот, ну, она говорит, там две классные вещи. Две классные вещи, это быстрая доставка и полный возврат любого товара. Я говорю, ну и как? Они говорят, ну вот русскоязычный, то есть вот наш народ, запросто, говорят, покупает дорогое платье, идут на вечеринку и задают на вас на следующий день. То есть, американцы, честно говорят, они этой фигней не страдают. Но наш, говорит, собрат, говорит, это просто на раздваиваемое, то есть это нормально. Я говорю, она говорит, просто вот в лицо пойти в магазин сдать, стрёмно, а по интернету нет. То есть, у людей совесть есть, но не настолько. То есть вот так живут. 130 миллионов. Ну вот я и говорю, я уже давно не смотрел, а так вот, если честно, очень познавательно периодически посматривать в Википедии количество населения в странах. Кто на каком месте. Да, я тоже так делал. Я вообще по США, по Штатам делал вообще разрез, где больше там людей, как и что. Ну да, да, интересно, в любом случае. Да, прикольно. Еще есть там вопросы? Пока вопросов нет. Ну, раз вопросов нет, давай там в тарифной сетке расскажи, вкратце. Ну что, будем о деньгах говорить? Да, самое главное, самый важный момент. Да, 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 ребята. Смотрите, значит, что по деньгам? Получается, как же все проходит? Сначала, если товар только пришел, его с нуля запускаем, мы, то есть, все сделаем, то есть, нет никакого АРК, ничего, то в первый месяц мы его настроили, дальше и ведем его первый месяц. В первый месяц с одного осина мы будем брать 450 и ежемесячно с каждого осина по 250. Если же будет, допустим, бывает такое, что вариации, кто-то запускает сразу две вариации, либо у него уже есть две вариации, тогда за настройку двух листингов с вариацией мы будем брать не 900, как с два осина, а 500. В принципе, одна и та же работа. И последующая по 250 с листинга. А, нет, если вариации, тогда, а мы что мы с тобой будем насчет вариаций? А у нас вариации, смотри, я вообще, вот смотри по вариациям, какая ситуация. Вариации, опять же, обе вариации, если продвигать. А в основном, основная масса продвигает одну вариацию, чтобы через нее переходили на другие вариации. Ну, у меня ситуация, там, сразу по две, по три запускают, но нормально. в любом случае, ты посчитаешь по себе стоимость, уточнение потом будут, какая разница, ничего страшного. Да, да, уточнение, да, я лучше, ну, потом уточним, сколько будет обонплата за вариации. Вот. То есть, повторюсь, значит, первый месяц с одного оси на 450, это настройка и за первый месяц введения, и потом ежемесячно по 250. Если это вариация двух, то за два 500 и по, ну, уточнение, там, я скажу, сколько будем брать обонплату за месяц. Потому что, на самом деле, там же в любом случае будет примерно лисинка, все остальное примерно похоже, там, что там, цвет будет в стороне, и все. Да, да, сильно там, ну, разница, ну, не будет разница цена за два и за один, ну, если вариация такая. Есть разные вариации, если цвета вариации, это одно, а если там, я не знаю, вариации разных, там, их рушек или еще чего-то, это уже совсем другое. Что еще хотел сказать? А, да, так как мы сейчас будем, ну, мы возьмем максимум где-то 10 еще, 10-х, то мы решили, ну, вот, мы с Денисом пообщать, что, чтобы как-то побыстрее запустить этот процесс, и всем, ну, было как бы комфортно, мы решили пятерым сделаем скидку, там, по 100 баксов, кто первый залезет. Уже один, кстати, обращался к нам, уже есть, он там предварительно сказал, что один, или два листья, а он будет ввести. Поэтому еще там 3-4, кто первый будет у нас обратиться к нам, тому мы сделаем скидку в 100 долларов. Вот, на первое. Ну, на первое, на ВК. как бы так, какие вопросы еще есть? В принципе, я думаю, такое основное все рассказали. Смысл один. Можно научиться, можно научиться, можно пойти учиться, можно на своих ошибках научиться, можно делать все, что угодно, каждый выбирает свой путь. Вот, просто я, честно могу сказать, своей стратегии достаточно урезана, используя PPC. Вот, я давно искал, с кем как бы сотрудничать по этому направлению. Вот, сейчас мы пробуем, тестируем разные варианты. Вот, никто не собирается здесь массово этим заниматься, массово нормально не получится. Вот, из-за этого мы как бы просто работаем для себя, для опыта, как я занимался всю жизнь этими консультациями, чтобы самому научиться до сих пор этим занимать. Также и у ребят все то же самое. Чем больше лисингов прогоняешь, тем больше опыта. Ну, вот, мы через себя сначала гнали, я же говорю, еще сейчас в запуске 4 лисинга еще. Ну, то есть, пока мы с праздники, там оно еще в запуске идет. Так, пошли нормальные вопросы. Когда советуешь для нового товара PPC запускать? Что-что? Пошли нормальные вопросы. Денис спрашивает, когда советуете запускать PPC на старте для новых товаров? Смотри, объясняю. Есть разные ситуации. Если рынок только начался, слабая конкуренция, либо у тебя там супер-мега-крутой оффер, круче, чем у других, то бывает такая ситуация, что ты включаешь PPC даже без отзывов, вот у меня так было, ты берешь, и она сразу в первый день тебе крутит в плюс. Сразу, то есть, либо в ноль, либо в плюс. А бывает такое, что я включаю, раз в день кручу, два кручу, вот этот в минус, тогда я ее приостанавливаю, что-то с интернетом. Да, Сергей, конечно, можно созвониться. Алло. Алло. Да, что-то прервалось. Да, ты пропал куда-то. Да, ну прервалось там немножко. А меня слышно было, то, что я рассказывал? Ну, как ты пальцы поднял, так и заглохло все. Да, как все заглохло? Активно. Короче, это я разрезал пространственную временную континууму, электромагнитную волну, все пошло. Да, сейчас разговор, да, про новые товары, то есть, ты сказал последнее, что я услышал, что если пошли в минус, я на несколько дней прекращаю рекламу. А, да, вот, ну ладно, еще раз повторю. Значит, есть ситуация, когда ты, если у тебя оффер хороший, либо слабая конкуренция, там, или еще что-то, то ты запускаешь товар, включаешь авторекламу сначала, чтобы ключи начать собирать, либо там ручные делаешь, и она сразу работает тебе в плюс. Это потому, что у тебя классный оффер и маленькая конкуренция. То есть, она даже без отзывов, даже без отзывов. Это у меня вот так бывало, ну, бывало у меня часто такое бывает. Вот. А бывает такое, что я включил, она начала крутиться, день крутится, два крутится, и она крутится там в минус по 40 баксов каждый день. Я приостанавливаю, жду пока появится 3, 4, 5 отзывов, в зависимости, опять же, от ниши, 5-10, включаю PPC, и смотрю, как она крутится. Крутится она в плюс, в минус, и все остальное. Вот. Бывает такое, что просто я даже на практическую массу отзывов, там, 50-100, и все равно PPC крутится в минус. Ну, тогда, то есть, у тебя проблемы с товаром. Тогда можно его продать, там, как он продается, PPC срезать, как продавался, и запускать другим. Ну, вот так вот. Еще есть вопросы? Нет, вопросов нет. Ну, я думаю, пару минут подождем, если вопросов не будет, тогда, думаю, можно заканчивать. А может, там кто-то в чате присоединился, да и не слышал, как я описывал это, все, я могу вкратце рассказать еще раз. Давай, да, закончим, подытожим, так скажем. Да. Ну, хорошо, тогда подведем такой, ну, итог, что это у нас услуга, конкретная, понятная, все под ключ, то есть, получается, мы полностью собираем семантику всю, полностью настраиваем рекламу, то есть, даже мы проходим по рынку, изучаем конкурентов, где, по каким ключам ничто показывается, даем рекомендации, по каким ключам какие ставки делать, то есть, вот такое мы все комплексно делаем, шикарно. Первый день, каждый день мы даем отчеты на стабличке, сколько продаж, сколько было скликано по рекламе и все остальное, еженедельно в конце мы делаем там докрутку и подытоживаем все, что было по рекламе. Плюс мы введем дневник изменения рекламы, что, когда, как внесли. Вот, дальше, я не знаю, сколько там, но мы еще обдумаем, сколько будем брать с вариацией ежемесячного банк-плата. Кто сейчас, вот, ну, в первую пятерку попадет, мы делаем скидор сто баксов. Вот. В принципе, у меня, у нас, мы сами продаем активно на Азоне, 55-50 мг мы запустили, за год где-то, где-то за год мы где-то запустили 55 с вариацией. Чтобы PPC у нас работало в минус, у нас такого не было. Работало в минус, как позволяет рынок. Вот. В принципе, вот такие вот, вот и все, подытожим. Ну, в принципе, тогда все. А, да, кому обращаться, кому обращаться. Ну, давай так, чтобы не распылять, пусть обращаются к тебе, Денис, а потом будешь перекидывать. Ну, либо вот дальше. Давай, начнем с меня, а потом прикинем, как это будет все выглядеть. Если у кого-то есть вопросы по PPC, просто там, кто-то не хочет приобретать эту услугу, но у него есть вопросы, можете писать мне в личку, я отвечу по мере свободы на все вопросы. Ты тогда сейчас под постом просто это самое, или мне сейчас в скайп скинешь все эти контакты, а я их в шапку закину над этим роликом, чтобы у людей не было вопросов, где там, кого искать, что как. То есть, мини-мини такое. Слышишь, а помнишь, по товарам сейчас можно сказать или потом скажем? по поводу то, что мы думали еще по товарам. Ну, можешь сейчас рассказать, если у кого есть будет интерес, пускай. Ребят, закинула будочку, получается, у меня, ну, у меня, четыре человека в команде, там все распределены. Есть человек, который на потоке постоянно ищет товары. Вот. и у меня есть, и человек, который анализирует рынки и, грубо говоря, уже формирует оффер. То есть, у меня уже есть и поставщики на товары, у меня есть и сами, ну, проанализированные конкуренты, то есть, сколько у них продаж, как, как у них листинги, это все там в табличках оформлено. Это я делал для себя. Но я не успеваю, у меня ни бабок не хватает запускать товары, потому что сейчас Рождество. А партнериться и инвесторов я не хочу искать. И у меня висит куча товаров, но у меня где-то, ну, не куча, где-то, наверное, товаров сейчас 5-7 есть, которые я мог бы предоставить вам, чтобы вы запустили. И я, то есть, как я, я уже некоторым ребятам, может, кто-то тут уже смс-струдничал, я уже так делал, получается, я описывал товар, не раскрывая его, то есть, я описывал ключевые моменты в документе. Человек ознакомливался с этим, задавал дополнительные вопросы, скидывал деньги на Пионер, либо на Пайпал, я давал 7 дней на то, чтобы человек сам исследовал это все, все документы и все остальное, и в течение 7 дней можно, я могу вернуть деньги за этот товар, ну, то есть, за то, что я дал. Плюс я еще даю стратегию, ну, я же искал, я же опирался на свои моменты, на все ключевые факторы, и эту стратегию, как бы я опускал товар и посмотрел. Вот. Кому интересно, пишите тоже мне, в личку, там по цене сориентируемся. Как и что там. Ну, в принципе, тогда все. Что у нас тут? Все, да? Да, да, я смотрю, вопросов больше нет. Ну, окей, тогда. Тогда что, всем доброй ночи? Ну, да, да, да. Всем пока. Все, все, пока-пока. Все, пока. Пока.